Приветствую вас! Если рассматривать вашу проблему, скажем так, глобально, да, ваша ситуация глобальная, то, ну, вполне могут быть следующие моменты. Во-первых, вы никогда не брали на себя полностью личную ответственность за то, что произошло, за то, что произошло, за себя, за свою жизнь. Это первое. Значит, не разграничивайте личную ответственность и вопросы. Личная ответственность для вас пугающая, чуждая страны, непонятная, вот, и вообще говоря, нежелательная даже. Вот, это первое. Второе. Значит, у вас нет, судя по всему, любимого дела, которым бы вы, значит, могли бы заниматься. Любимого дела у вас, скорее всего, нет. То есть, что такое любимое дело, да, что это такое, как это и так далее. Любимое дело, это такой вид деятельности, когда человек занимается чем-то, что, значит, с одной стороны, соответствует его способности, вот, а скопоры у него есть. И с другой стороны, соответствует его ценностям. Скопоры у него, у человека также есть. Здесь, в принципе, несложно понять, что при подобном подходе, да, при подобном подходе к своей деятельности, при подобном подходе к своей работе, при подобном подходе, как-то всему вообще, что связано с вами, нет разницы никакой, сколько вам лет. Нет разницы никакой, значит, если там молодёжные какие-то тренды даже. Потому что вы знаете, чем вы, не понимаетесь, вы знаете, кто вы, вы общаетесь с людьми, которые вам интересны, да, которые вас понимают, и активно взаимодействуете при этом и, собственно, с другим поколением людей. Вот, то есть приобщаетесь, интересуетесь, как-то изучаете, вот, смотрите, вот. А если вам, вам, там, допустим, что-то не близко, да, ну, в силу ряда причин, вот, что это нормально, согласитесь, возникает противоречие такое, да, что вам что-то вроде не близко, да, но при этом вы переживаете по этому поводу, что оно не близко. Ну, разве может, эээ, человеку быть всё близко? Вот, нет. Значит, за этим что-то стоит. Вот. И я полагаю, что, эээ, эээ, боитесь вы, вот, именно, опять же, ответственности личности. Это говорит о том, что родители ваши, они вас очень сильно оберегали, ну, вас, эээ, сильно идёт, эээ, привязка к родителям, вот. Так что, я думаю, что, решать нужно, в первую очередь, вот эту вот проблему, проблему ответственности, ответственности, вот. Вот. Которая, безусловно, очень важна, вот, и без которой, да, собственно говоря, вообще жить, да, вот. Адекват, по крайней мере. Вот. А следующее, да, следующее, это потери личностного смысла. Как это видится мне, то есть вы потеряли смысл в проявлении, вот, а может быть, у вас его и не было никогда, я не знаю, не знаю. Вот. Но, на данный момент, вот, то, что я вижу, вижу сейчас, да, вот, это то, что ээээ, и, соответственно, это может быть возрастным кризисом, то, что вы описываете, вот. Ну, ну, то есть, очень похоже на возрастной кризис. А, и, если это так, то в этом нет ничего аномального, аномального, вот, ну, просто вам нужно помочь этот кризис преодолеть. Вот. То есть, может быть, даже никаких, эээ, именно обязательно, эээ, серьезных проблем у вас и нет. Да, то есть, может быть, у вас просто вот есть там определенные какие-то сложности, противоречия, да, и все. Вот. Ага. Политические атаки, это страх. Это страх и, эээ, запрет, эээ, себе, себе запрет. То есть, вы сами себе запрещаете, что-то. А, что я, конечно, не знаю. Тут надо смотреть, что именно вы себе можете запрещать. Эээ, вот. Но, что, что это запрещает, это 100%. Вот. Тут надо разбирать. Политические атаки, это, эээ, подробно разбираем. Эээ, вот. Эээ, значит, что касается аббати. Аббати, это, эээ, такая, немного, отдельная история, ээээ, скажем так, да, эээ, значит, которая, эээ, представляет из себя, представляет из себя, эээ, следующее состояние. Эээ, в нем, в этом состоянии вы, эээ, чувствуете на себе, ээээ, как бы давление сразу нескольких, эээ, сил. Ну, или взаимодействие. Правильно, нескольких сил, чувствуете на себе. Эээ, например. 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 Эээ, моб, эээм, надо и хочу. Вот. Например, надо и, например, хочу. Значит, эээ, что это такое? Да? Ну, допустим. Допустим. Значит, эээ, надо. Это то, что я должна. По вашему мнению, то, что вы должны. А хочу, это, соответственно, то, что мне нужно. То, что я должна, ребёнок. И у вас, эээ, получается так, что ли, эээ, что взрослый, взрослый у вас, это не взрослый. Это родители. Это нормы, это правила, это установки, это какие-то вообще, эээ, не побоюсь этого слова, эээ, лютые, эээ, правила драконьих, да, драконовские правила. Вот. Которые, эээ, вообще, эээ, может быть, ээээ, ко взрослому миру отношения никакого не имеют. Вот. Эээ, взрослый, это состояние, эээ, аналит. Взрослый, это состояние, эээ, даже не контроля, а взрослый, это состояние эээээ, когда человек знает чётко, что ему нужно, чего он хочет и так далее, вот. Взрослый, это состояние полного контроля. Управление, не контроля в смысле подавления, а управление. А для нас, взрослый, это как будто никакой радости, скука и так далее, потеря интереса, то есть подавление ребёнка. Вот. И опять же, опять же, откуда вы могли это знать? Откуда вы могли это почерпнуть? Только от родителей. Понятно. От кого ещё? Больше не от кого. Вот. Ну и, соответственно, с родительской установкой здесь и нужно справляться. С родительской установкой здесь и нужно разбираться, как родительская установка повлияла на нас. Вот. Что вы стали думать о взрослой жизни так, как будто это стариковская жизнь. Или даже не стариковская. Стариковская жизнь усиляет той жизни, которую вы описываете. Вот. Понимаете? А поэтому это тотальный запрет. И неудивительно, что вам не хочется быть взрослым. Неудивительно, что вы не хотите ребёнка, потому что для вас ребёнок и взрослость это сплошные обязанности и никакой, вообще никакого удовольствия, никакой жизни. Вот. Никакого, никакой, никакой спонтанности, никакой радости, ничего. Вот. Откуда вы всё это узнали? Откуда вы всё это? Вот вы говорите, что я была молодым поколением, да, а теперь я стала там, ну, другим поколением, да, взрослым. Так и что? Ну, физически, 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 вы, может быть, изменили, да, подрослели в физиологический возраст, но психологически-то, если ничего не изменилось, то всё в порядке. Вот. А у вас получается так, что что-то поменялось. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь нужно рассматривать именно ваше отношение к этому, что происходит, ваше представление о личной, о жизни, ну, взрослой жизни вообще. Вот. Потому что слишком уж искажено у вас представление об этом. как вам всё правильно, как вам всё, ну, всё это должно быть. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Вот. Что ещё добавить? По поводу родителей. Да? Родителей. Глаз это пугает. Ну, вот. Вы говорите, да, что не представляете себе жизнь без родителей. Вот. Чем именно не представляете себе жизнь без родителей? Чем именно вас пугает жизнь без родителей? То есть, вот здесь нужно подумать на эту тему хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Как следует прям. Нужно подумать. Потому что важная тема. Вот. Представьте. Подписывайтесь. Да? Вот. Вот. С родителями вашими, получается, с родителями вашими, получается, связаны какие-то ваши, опять же, желания. Ну, так вот. А, походу, да. Какие-то желания. То есть, отдельно, вот, родителей, скажем так, отвлечённо воспринимать. Вы не можете, судя по тому, что вот вы описываете. И у этого есть свои причины. Опять. У этого есть свои причины. Причины, по которым вы не можете воспринимать своих родителей отвлечённо. Только в контексте своих желаний. Вот. Опять же, почему? Потому что ваши родители, скорее всего, также этого не могли. Вот. Ну, как я думал. Вот. И это тоже определённая негативная установка. Вот. А то, что вы описываете сейчас, вот, свою жизнь, как вы описываете сейчас, да, то мне кажется, мне кажется, что это можно было бы описать, как, ну, установку или как позицию, сценарий такой, дамоклов меч. Меч дамоклов. Вот. Почитайте об этом. Вы знаете, да, дамоклов меч, что там, миф о дамокле. Вот. Я полагаю, что вы обязательно узнаете в этом себя. Вот. Почитайте, а потом мы с вами об этом, если хотите, можно будет поговорить. Вот. То есть я не исключаю того факта, что у вас, ну, может быть, какое-то заболевание, да. Я, может быть, вы болеете, там, кто знает. Вот. Я этого факта не исключаю. Вот. А, но, я всё же, всё же считаю, да, вот, что, ну, нужно как-то, вот, рассмотреть эту ситуацию. Вот. А, с нескольких сторон, прежде чем делать выводы. Не торопиться. Не торопиться. Торопиться хоть у вас. Пациенты. Это. Вот. Вот. Вон так. Вот. На этом всё. Вроде, вроде бы, ничего не забыл. А, сейчас смотрю. Ещё. Так. Насчёт. Так. Некоторое время назад возникло опять. Ну, вот тоже, некоторое время назад, да. Возникло опять. А, некоторое время назад, это сколько? Когда? В результате чего? Знаете? То есть это ещё не возникло, вот, только что, да. Некоторое время назад, значит, какие-то события в вашей жизни случились, произошли, вот. Это тоже важно проанализировать, что за события произошли в вашей жизни, какие они все из себя представляли. Вы говорите, что нет особого желания что-либо делать, ничего не радует. Это говорит о том, что вы обращены вовне, то есть во внешний мир. У вас идёт обращение. Вы с миром взаимодействуете так, я от тебя получаю мир. Мир я от тебя получаю. Я тебе не даю мир, ничего, а я от тебя получаю, стараюсь получить, стремлюсь получить, получить что-то от тебя мир. Вот. И надо сказать, что эта позиция, она, ну, в общем и целом довольно уязвима для вас. Вот. Ну, потому что вы зависимо становитесь от мира. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому я думаю, что дело не в том, что вас что-то должно радовать, но радовать, а дело в том, как вы радуете себя. Вот. Дело не в том, какой вы не являетесь, а дело в том, какой вы можете быть. И что вы делаете для того, чтобы, чтобы измениться. Да? Вот вас устраивает что-то, ну, в своей жизни, что-то вам не нравится. Вот. Это нормально. Ну, а что вы делаете, чтобы это исправить? И делаете ли что-либо вы? Понимаете? Вот. Потому что, ну, а иначе, иначе как? Да? Дальше идём. Так. Так. Ощущение, что ни в чём нет смысла. Но потеря личного смысла, да. Знаете, как вот. Для примера, да, вот. Человек, например, жил в демократическом обществе. Ну, это я просто как бы такой банальный пример привожу. Человек жил в демократическом обществе. Ага. Демократическое общество перестало существовать. Считало там другое какое-то общество. Например, тоталитарное. Да? И раз сидит для человека весь личный смысл, сразу всё просто к нулю. Вот. А мы всё, ну, а он воспитывался в традициях демократии. А тот раз, хоп, всё поменялось и всё. И человек не знает, что ему делать. И вы то есть там воспитывались, может быть, только как ребёнок, да? Да. То есть без ответственности, без элемента контроля, без каких-то элементов. Прогнозирование лучше дальше сказать. Не контроля, а прогнозирование. Ага. И когда всё это произошло, мы оказались просто-напросто застинуть в раз плохо. Как знаете, ээм... Мотылек? Э, нет нет. Э, башня Крылова. Про... Рыботягу и... Бабочку, бабочку или мотылька. Которая пела, беззаботно. Вот. Эа, до свидания плохого, потому что, почему-то при любой ситуации мне в голову тоже приходит самый плохой исход, из-за этого постоянный страх, навязчивая негативные мысли. Ну, понимаете, конечно, здесь истолковывать можно по-разному. Если вы думаете о себе, то есть о себе в этот момент, да, то есть на себя, как бы, примеряете, вот, просто, ну, плохие исходы, то подрастательно вы этого хотите, и боитесь, что-то запрещаете себе. То есть, грубо говоря, нужно подумать, что будет, если вы умрёте, допустим, если с вами что-то произойдёт, что будет? Что будет? Что будут действовать другие? Как будут действовать другие? Вот. Скажите, всё, вы себе это просто запрещаете. То есть вы не позволяете себе это. Вот. То есть, возможно, это всё делает значимостью. То есть, вот, вам хочется умереть, может, хотеть умереть, но вы тебе запрещаете, чтобы быть значимым. То есть, в итоге, вам хочется быть значимым, но вы тебе запрещаете быть значимым. Вот. Ну, может быть, потому что родители говорили вам, не высовывайся, да, там, ну, не делай чего-то, да, чего-то, что хотелось бы, хотелось бы, да, вот. Ну и так далее. То есть, тут опять же по-разному, по-разному может быть. Разные могут быть истории, разные могут быть ситуации. Вот. Мне кажется, что, ну, в любом случае, вот, ну, нужно это тоже рассмотреть, как следует. То есть, что для вас это значит, и так далее, и так далее. Кхм. Дальше. Грубо говоря, появилось какое-то отвращение, то, что вам можно не произойти, но вам негативные ключи. Убежать и избежать получить то, что вы хотите, только деструктивным путём, самым лёгким, потому что позитивным путём, как вы считаете, не для вас. Из-за этого стали пугаться на обычные вещи, все происшествия тоже применяемые на себя, со мной в том, в таком астрологии, да, вы этого хотите. Панические атаки, страх смерти. Ну, ведь вообще нужно изучить смерть, вот что для вас такое смерть, что она из себя представляет. Вот. Иногда смерть переживается. То есть, ну, тут вот могут быть разные вещи, да, например, возрастная-возрастная регрессия, вот. Или просто такое определённое состояние, вот. Ну, иногда это транс, вот. Но можно это сделать и без транса. Вот. Пересчитать, как бы, понять, что такое смерть, да, там. Что для вас смерть, что такое. Вот. Иииииииииии будет вам опять же легче. То есть, вы боитесь не саму, не саму смерть. Вот. К правилу. А боится человек, а боится человек может только неизвестности, неизвестного всего-то. Вот. Вот. А боится неизвестного почему? Потому что неопределенность, неопределенность, нравится. Вот. Либо был закреплён негативный окрас этого. Дальше. Страх самих этих атак, правда, не делает вас слабой, возможно. В августе начались проблемы со здоровьем. Это психосоматика. А-а-а. Так. Сейчас-то чувствую себя плохо, не могу ничего запланировать. Но это, знаете, это регрессия. Вот. Это что-то связано с регрессией. Нежелание взрослеть. Страх взрослеть. А-а-а. Боюсь, что не смогу, потому что станет плохо. А-а-а. Опять же, хочется, чтобы стало плохо, да, и в итоге ничего не делать. А-а. Начать ничего не могу, тоже какой-то страх, что не выйдет. А-а-а. Интересный момент, да, ориентирование на результат. Не на процесс, как у взрослого человека, да, а на результат, как у ребенка или как у родителя. Вот. Отсюда и, соответственно, страх, что ничего не выйдет. То есть, ну, ориентированность, ориентированность, а-а-а. Не туда, не в ту сторону у вас идет. Вот. Кстати, отсюда, а-а-а. Потеря же личного, личного смысла, личностного смысла. Отсюда потеря идет. Потому что, если ориентирование на результат, да, то, результат это, что-то обязательно, ну, конечное, конечное. Такое. Вот. А-а-а. Что потом? Что дальше? Да? Вот. Это корректор. Вот. Поэтому вы и боитесь. На мой взгляд. А-а-а. Дальше. Так. Значит. есть ощущение, что в своей интересной жизни уже прошло, и дальше будет только скучнее и хуже. А вы сами анонимно делаете что-то для того, чтобы ваша жизнь была интересной. То есть, знаете, вот у меня такое ощущение возникло, да, что вы воспринимаете жизнь как что-то вообще, ну, отдельно от вас. То есть, есть жизнь, да, есть, есть что-то вообще, ну, не связанное с ней, это вы. То есть, вы находите жизнь, все зависит от вас. Вот. То есть, вот, у вас личный смысл потерялся, и поэтому дальше будет только скучнее, например. Дальше. Родители стареют, болеют, это отдельно пугают. А чем пугают? Молодежь и тренды, которые мне не близки. Из этого чувствуют себя старые, что ли, что ли. А чем не близки тренды? Вот. А почему они должны быть, должны быть близки вам? То есть, откуда вот это вот стремление быть подростком вечным? От чего вы бежите? Вот. Мне кажется, это очень важный тоже момент. Вот. Потому что, ну, есть ощущение, что вы просто избегаете, вот, каких-то моментов, вот, для себя неприятных, вот, за всеми этими вещами. Эм, так, понимаю у мамы, что это не так, но не могу отделаться от этих ощущений. Ну, одни как, не надо отделаться, их нужно раскрывать, наоборот, и пропускать через себя, и корректировать свое поведение. Эм, если раньше я была новым поколением, и были взрослые, теперь я взрослые, это, теперь взрослые, это я, и обратно ничего не вернется. А давно, то есть, вы продолжаете пребывать в детском-детском состоянии, да? Эм, мне не хочется, эм, мне не хочется всех этих взрослых дел, а какие именно взрослые, взрослые дела? Не знаю, когда захочется, а должно хотеться. То есть, знаете, вот, постоянно какое-то давление, постоянно какое-то принуждение, постоянно какие-то, э, какие-то, э, правила, какие-то ожидания, э, чьи-то. Ну, вам нравится, скорее всего, да? А вот, э, думал, само придет, не приходит, ну, он, может быть, еще придет, может быть, еще придет, э, вот. Опять же, если придет, то непонятно зачем к этому приходить, э, вот. Или вы, э, решили, что вы взрослеть будете как-то по-особенному. Такое ощущение, что у вас есть э, какое-то вот, э, какое-то свое представление о том, как человек должен взрослеть, вы, вот, э, это представление себе взяли, и все, и больше, больше, вот, ничего абсолютно не воспринимаете. Вот такое у меня чувство, чувство вам, э, варнику. Вот. Не могу представить себя взрослой, э, женщиной. Так. А взрослая женщина, это как? Нет и не было никогда желания заводить детей, а мужчины-то у вас есть. Для чего, для чего нужно детей заводить, тем более, время поднимать? А зачем, зачем, зачем? В общем, общественное течение жизни стало вызывать какой-то ужас и депрессию. Некомфортно, неизвестно, так сильно не знаю, как себе помочь. Ну, только индивидуальная терапия, индивидуальная работа, индивидуальная терапия, я полагаю, это, э, э, для вас это самый оптимальный вариант, потому что, э, себе помочь вы не помочь, как вам, э, сказали мои коллеги. Вот, э, и у вас, знаете, очень много, э, таких, э, неопределённых слов, да, э, общественная жизнь, ну, вроде вот, общественной жизни и так далее. А, э, что такое общественная жизнь, э, как вы её понимаете, это общественная жизнь, э, вы же говорите, что это вызывает депрессию, но депрессия, это болезнь, э, ну, э, психическое, это психическое заболевание, вот. И, э, депрессия диагностируется только врачом, э, психиатром или психотерапевтом, э, то есть вы, получается, уже сами себе диагноз поставили, вот. Э, э, все это нужно анализировать, вот. Ну, в основном, я говорю, вот, личная ответственность, э, личные границы, э, э, и, э, способность к, к, к прогнозированию. Вот эти, вот это, э, те аспекты, которые, э, э, вам нужно, э, э, особо себе зафиксировать, вот. А также способности, э, э, системы ценностей и ориентированность на себя и на э, процесс, а не на э, э, не на результат. Как вы, как у вас это, э, э, сейчас имеет место, место быть, вот. Ну, и, конечно, э, духовная сепарация от родителей, вот. И жизненные ориентиры. Я полагаю, что все это нужно прорабатывать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку взрослой, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok